здравствуйте вы смотрите программу тема дня на канале это он тв студия михаил юровский и мы обсуждаем протесты в россии с нами на связи по скайпу политолог доцент института общественных наук ранхиз при президенте российской федерации екатерина шульман здравствуйте катерина скажите вы оценивая вы называете режим в россии гибридной или управляемой демократии в своих статьях я правильно говорю не совсем так во первых не я называю политическая наука называет по-разному но есть и такая терминология гибридные режимы не демократические гибридные режимы это некоторый современный подвид авторитаризма для которого характерно имитация или построение целого ряда демократических институтов и процедур этим они отличаются от чистых автократий которые были в двадцатом веке понятно есть антураж он демократический а суть авторитарная правильно перефразирую для наших зрителей не совсем так просто антураж демократический частью он декоративный частью не совсем а имитация происходит на двух направлениях то есть имитируется некий демократический фасад но во многом имитируется и авторитарная риторика которая не подтверждается практиками гибридные режимы гораздо более рыхлые а у них нет полноценного репрессивного аппарата автократии и у них нет определяющие диалоги а хорошо а теперь если мы перенесемся на россию мы можем как-то вот с точки зрения академической науки политологии или политуправления определить вот режим российский который сейчас без опять же не удаляя не ударяясь какие-то может быть какие-то маркеры или в какие-то ярлычки надо признать что большинство исследователей считают россию персоналистской автократии а тут несколько с ними расскажусь мне кажется что персоналистский характер управления не полностью но во многом является некоторой пропагандистской картинкой которую продают аудиториям внешним и внутренним а по моему мнению правящим классом в россии является коллективная бюрократия которая чрезвычайно разрослась и обогатилась за последние годы в общем она является той группой которая принимает решение и осуществляет собственно вот этот сам властный процесс а то есть сказать что вся власть россии концентрируется в руках лидера его там пяти друзей было бы чрезвычайным упрощением системы в том числе и наши политические институты они не совсем фиктивные часть из них фиктивная часть из них не соответствует своей вывеске но тем не менее это не значит что там внутри ничего не происходит и особенно последнее время в течение последних пяти лет мне кажется эти научные выводы подтверждаются практикой поскольку происходит усиление конкурентной борьбы между группами интересов внутри самой власти происходит усиление ряда центров принятия решений меньшая концентрация скажем так этого процесса принятия решений в каком-то одном месте и вот именно расползание а его по различным структурам силовым не силовым по различным отрядам этой бюрократии как вооруженной так и гражданской как медийной так и финансовой которая каждая находится ситуации борьбы за ресурс и конкуренции за этот ресурс друг с другом спасибо отлично а вот и теперь мы переходим уже от общего то есть вот понятийного аппарата от матчасти к реальным событиям последних дней или часов даже вот навальный он как-то угрожали его вот этот против протеста которые он инициировал его фонд они как-то угрожают вот правящий правящим элитам правящему классу давайте тоже тут еще немножко политической науки давай позволим это нам это это даст нам понимание того что происходит событие вчерашнего дня это проявление манифестация того же самого объективного социально политического процесса проявлением которого были протеста 11 12 годов события конца 11 начала 12 готов были самым важным что происходило вообще в политической системе россии последних лет еще раз повторю они были объективно обусловлены с этой точки зрения протест невозможно слить или подавить или победить пока его причина не устранена он будет продолжаться и его проявление внешне будут повторяться с тем или иным лидером с теми или иными участниками под разными лозунгами по разным поводам это будет повторяться это объективной причиной является противоречие между уровнем развития общества и уровнем развития аппарата управления за последние 15 лет общество развивалось в одном направлении административная так сказать верхушка во многом в другом направлении либо в ряде своих звеньев вообще не развивалась а деградировала это противоречие постоянно дает о себе знать можно отвлечь от него общественное внимание можно развлекать на публику всякими внешнеполитическими фейерверками но все равно мы видим что стрелка компаса нашего политического продолжает показывать все туда же на ту же полярную звезду социум хочет одного политическая машина предлагает ему нечто другое политическое пространство закрыто не свободно низкоконкурентно на нем сидят все те же самые люди говорят все те же самые слова общество это не удовлетворяет подросших молодых людей это раздражает а люди не слышат того что отвечает их потребности они будут возмущаться плюс к этому конечно же то что изменилось 11 года эта экономическая ситуация она ухудшилась 12 годов были еще на фоне остатков нефтяного благополучия с середины 14 года мы видим тенденцию снижения реальных располагаемых доходов населения это довольно новая вещь для россии я хочу об этом отдельно сказать потому что это часто не понимают россия воспринимается как бедная страна поэтому когда мы говорим что у нас снижаются доходы то это не в этом кажется нет ничего нового да но всегда у вас все били бедные сейчас опять остались на самом деле в течение 15 лет шел устойчивый рост реальных располагаемых доходов населения то есть тех денег которые остаются у людей на руках после обязательных выплат что обозначает этот термин была пауза в этом росте в восьмом году она была краткой это было не снижение остановка роста это связано с кризисом саппайм с осени 14 года мы имеем устойчивое снижение причем темпы этого снижения в шестнадцатом году были выше чем темпы снижение в пятнадцатом то есть никакой положительной динамики мы здесь не видим хотя бы того что у нас там называют нащупыванием дна вот с точки зрения доходов граждан никакого дна мы не нащупали это влияет на настроение есть вещь известная политической науке стоит она в следующем между изменением экономической ситуации и политической реакции на нее существует временной зазор он обычно измеряется в девять двенадцать месяцев но чем менее свободно ваша политическая система тем этот зазор больше для россии он составил около двух лет а вот собственно говоря мы его и видим то есть если у вас политическая система открытая то люди довольно быстро имеют возможность выразить свое недовольство на ближайших выборах если у них нет такой возможности реакция бывает отложенной но она все равно будет может быть помните эти разговоры надо же как же так экономическая ситуация ухудшается а там какие-то рейтинги никуда не деваются да никакой реакции нет есть реакция просто она является отложенной по свойствам нашей политической системы хорошо спасибо и к следующему вопросу опять же который связан с с вашим ответом сицессия и аннексия крыма она могла быть связана она могла бы быть тактическим ответом на вот эту стратегическую проблему 2011 2012 годов и если да то может ли можем ли мы ожидать каких-то аналогичных шагов от власти на вот эту проблему проявилась вот сейчас да то есть вот этот вот разрыв между социумами и власть по моему мнению я его высказывала и крымские и восточно-украинские события это в общем реакция или ответ или последствия протестов 11 12 года а это такая неочевидная вещь потому что мы с вами привыкли во многом мыслить терминами там 20 века в которых самые важные события те в которых там кого-то поубивали да поэтому вот это важно а то что там какие-то хипстеры ходили с воздушными шариками ну походили и перестали на самом деле надо быть бессердечным исследователем для того чтобы видеть что одно является на самом деле сущностным значимым важным процессом а другое является некий операции по отвлечению внимания публики это немножко не я сказала не гуманно звучит но тем не менее опять же ученые могут себе это позволить с точки зрения политического процесса в россии крым этого немножко как фестиваль варенье в москве вот московская власть она все время устраивает кип праздники вот например фестиваль варенье людям это очень нравится все довольны все приходят веселяться если спросить человека то что против варенье да нет я за варенье потом он приходит домой и у него в ящике лежит очередная квитанция на сборов за капремонт и повышенные тарифы за воду и электричество дальше он становится недоволен ему говорят ну как мы же тебе устроили прекрасный фестиваль варенья мы тебе присоединили твой любимый крым неужели ты не рад он говорит да я рад но это я уже порадовался уже варенье я съел на теперь видите с меня все время просят денег заново а дальше творение начинает несколько раздражать этот процесс начался уже к концу четырнадцатого года когда первый эффект экономического кризиса люди почувствовали тогда же социологически было измерено снижение вот этой вот крымской эйфории но за прошедшие годы она вся уже как-то вот более менее исчерпалась из этого не следует что люди как-то будто если их спросить чей крым они ответят правильным образом на их политическое поведение это уже не влияет а к вашему вопросу о том можно ли ожидать чего-то нового но вы знаете логика вот мы тут порадовали всех присоединением крым и теперь давайте присоединим донецк и луганск и порадуем людей второй раз например может быть кого-то и есть такие идеи в голове но они будут достаточно безумны восточно-украинская история отделена в общественном мнении россии от крымской одна воспринимается как праздничная позитивная и справедливая другая воспринимается как кровавая грязная это который мы не хотим знать общественное мнение россии отделяет от себя эту проблему и находится как это называется в динайле как говорят психологи отрицание происходит поэтому какие дальнейшие шаги по интеграции территории на самом деле мало кого порадует устроить какую-то другую красочную акцию в каком-то другом месте с экзотическими названиями но вот сейчас что-то в ливии там мы вроде проявляем активность это не моя сфера профессиональной компетенции я не занимаюсь внешней политикой могут быть такие идеи тип сработал один раз может быть еще раз сработает но могу вам сказать что внутри политический потенциал такого рода акции во многом исчерпан даже по тем социологическим данным которые мы имеем мы видим что людей повестка утомляет и раздражает людей все более и более значимыми становится социальная проблематика вопросы здравоохранения и образования и вечный вопрос который всегда люди называют первым когда их спрашивают какие проблемы вас волнуют это рост цен продуктовая инфляция и свои собственные выходы хорошо можем ли мы опять же в контексте вашего вот этого ответа обозначить или указать на фонд навального и на самого алексея навального как на человека который просто оказался в нужном месте в нужное время они как какую-то очень выдающуюся личности какого-то гения какого-то лидера который повис сумел повести за собой массы то есть был ли он является ли он просто хорошим или умным человеком который сумел и вот уловить этот момент или же он действительно представляет из себя такую величину которая может увлечь за собой россиян смотрите давайте не будем преувеличивать роль личности в истории но давайте будем понимать ее адекватно невозможно оказаться просто в нужном месте в нужное время так чтобы на тебя пролился бы дождь народной любви я напомню что алексей навальный является политическим деятелем в течение последних уже больше десяти лет он на так сказать фронт сцене нашего политического процесса он создатель структуры организации фонда борьбы с коррупцией он занял второе место на выборах мэра москвы он единственный к несчастью единственные нам надо таких больше но в условиях не свободы у нас их мало единственный не независимый политический акта в том смысле что он действует проактивно он действует исходя из собственной повестки а не только отвечая на повестку власти он является выдающимся без сомнения политическим деятелем человеком со специфическим талантом именно в этой сфере все что с ним происходит это важно за ним вообще надо следить и смотреть на то что вокруг него делается а его деятельность носит системный характер не рандомный не хаотичный а системные и последовательные он создает собственную повестку и действует исходя из нее сочетание собственных талантов созданной структуры последовательности действий и действительно ну трудно сказать благоприятных условий какими благоприятные условия для человека который постоянно находится под угрозой уголовного преследования у которого сидит родной брат ни за что значит сказать что ему чрезвычайно повезло с обстоятельствами было бы также безнравственно как и неверно но тем не менее он отвечает на существующий общественный запрос больше на него не отвечает никто в чем состоит этот запрос запрос состоит в разговоре о завтрашнем дне он единственный кандидат от завтра на нашей политической сцены политик завтрашнего дня и остальные это кандидаты от разных сортов вчера в этом принципиальное отличие а это не вопрос либерализма или популизма ливизны или провизны или даже оппозиционности как таковой это именно вопрос хронотопа он сейчас является наиболее важным для россии когда политическая система молится исключительно на стабильность и думает что обществу тоже нужно исключительно это он единственный человек который говорит о завтрашнем что же но это по крайней мере вот это тот последний ответ очень внушает оптимизм потому что выборы в то они в следующем году может быть будут еще какие-то события которые еще добавят нам оптимизма оптимизм зависит от вашей точки зрения от того какой именно сценарий развития событий для вас лично является оптимистическим значит если вы ждете того что режим рухнет то не ждите запас его адаптивности достаточно велик он будет приспосабливаться к меняющемуся общественному запросу пытаться что-то дать гражданам что уже хорошо такое что они готовы услышать кого-то точечно он будет пытаться репрессировать это без сомнения но на масштабную кампанию репрессию него нет ни ресурсов не самое главное запроса что же мы со своей стороны продолжим освещать в том числе обращаясь к вам за прекрасным прекрасными экспертными комментариями это была программа тема дня на канале тонн тв в студии был михаил юровский и наш эксперт екатерина шульман доцент института общественных наук ранхиз при президенте российской федерации спасибо екатерина всего хорошего